Перед нами четыре пустые клетки. Представим, что эти четыре клетки находятся в чем-то организме. И внутренности этих клеток одинаковые, и окружающая среда у них одинаковая. Они полностью идентичны, за исключением одного момента. И это отличие состоит в том, что каждая из этих клеток проницаема лишь до одного иона. Я подпишу ионы, для которых проницаема каждая клетка. То есть, каждая из них будет пропускать только один тип ионов. В первой клетке содержится большое количество ионов калия, которые стремятся выйти наружу. И она начинает выпускать калий. Во второй клетке больше ионов натрия снаружи, и они хотят проникнуть внутрь. Также хочет проникнуть внутрь ион хлора. Кальций тоже хочет в клетку. Итак, вот как в четырех типах клеток происходит перемещение ионов. А это градиенты концентрации. Если вы хотите выяснить, каковы мембранные потенциалы, помните, что если положительно заряженные ионы выходят, то мембранный потенциал становится отрицательным. Мы даже вычислили его. Он составляет 92 мВ для калия. А для натрия он будет плюс 67 мВ. Все эти вычисления основываются на приблизительных концентрациях. Разумеется, концентрации везде неточные. У различных типов клеток разные концентрации. Это приблизительные значения. Для иона хлора значение будет минус 86 мВ. Он отрицательный, потому что отрицательные ионы проникают в клетку. И, наконец, кальций создает потенциал плюс 123 мВ. И просто для повторения, причина, по которой кальций — это не просто натрий, умноженный на 2, хотя вы могли так подумать, раз у кальция заряд 2+. Причина, почему это не просто натрий, умноженный на 2, заключается в том, что эти значения основываются на градиентах концентрации. А градиент концентрации кальция совсем другой. Он сильно отличается от значения натрия. А получаются все эти значения на основе уравнения Нернста, которые мы рассматривали с вами прежде. Итак, это потенциалы покоя для каждого из этих ионов. Но каково значение потенциала реальной клетки? Не совсем реальной, это лишь пример, поскольку в реальности клетки проницаемы для множества ионов. Итак, вот пример того, как может выглядеть клетка в реальности. Разумеется, она будет выглядеть не так, как эти клетки, поскольку из нее будет выходить калий. И в то же время в клетку может проникать натрий. Также может проникать ион хлора или кальций. Вот как будет выглядеть настоящая клетка. А теперь давайте выясним на примере, как на самом деле все это работает, и вычислим мембранный потенциал для настоящих клеток типа этой. Я запишу здесь 4 иона, чтобы вам было абсолютно понятно, чтобы мы ничего не перепутали. Итак, это калий, натрий, хлор и кальций. И выбрал я именно эти, а не другие ионы, потому что именно они преимущественно обеспечивают потенциал покоя. В особенности я бы хотел отметить калий, но вы увидите, что все они играют роль в этом процессе. Рассмотрим саму идею проницаемости. До этого мы рассматривали воображаемые клетки, которые были проницаемы только для одного вида ионов. Теперь же мы поговорим о клетках с проницаемостью для нескольких видов ионов. Начнем. Все ионы в клетке движутся туда и обратно через мембрану, создавая проницаемость. То есть проницаемость существует для всех ионов, проходящих через мембрану. Проницаемость — это все ионы, пересекающие, даже не просто пересекающие, а проходящие туда и обратно через мембрану. Какой процент из них составляет калий? И какой процент составляют остальные ионы? Разумеется, общая проницаемость будет составлять 100%. В сумме будет 100%. И теперь представим, что у нас есть только 4 иона, мигрирующих туда-сюда. Сейчас быстро расставим числа. Из всех 100% калий составляет 95%, что означает, что 95% всех пересечений границы, то есть клеточной мембраны, осуществляется ионами калия. Значит, только 5% пересечений границы осуществляются остальными тремя ионами. 1% натрием, 2% ионами хлора и 2% кальцием. С точки зрения преобладающей проницаемости, в данном случае ионы калия являются доминирующими. Согласны? Это справедливо для большинства клеток. Калий является доминирующим ионом в большинстве из них. Иногда его содержание даже превышает 95%. Как, основываясь на этих данных, вычислить мембранный потенциал? У нас есть неплохая информация. Нам известна проницаемость. Теперь нужно умножить ее на идеальный мембранный потенциал калия. Какое будет значение у калия? Минус 92 мВ. А у натрия значение будет плюс 67 мВ. А у хлора мембранный потенциал будет минус 86 мВ. И у кальция плюс 123. Это идеальные значения. Но я повторю, что 95% вариантов тех перемещений, на которые клетка соглашается, обеспечиваются одним типом ионов. Именно калием. Значит, нужно все это сложить и получим результат. Эта часть, вот здесь 95% ионов, для которых мембрана проницаема, умножаются на мембранный потенциал калия. 95% умножить на минус 92. Я постараюсь побыстрее посчитать значения на калькуляторе. Получается минус 87,4 мВ. Теперь это 1% от 67. Здесь все просто. Это 0,7 мВ. Только 1%. Смотрим здесь. 2% умножить на минус 86 мВ дает нам в результате приблизительно 1,7 мВ. Остается посчитать кальций. В результате получается положительное значение 2,5 мВ. Теперь сложим все вместе и получим… А получим мы минус 85,9 мВ. это мембранный потенциал клетки, который обладает 95% проницаемостью для калия. И лишь одним процентом и двумя процентами для других ионов. Если доминирует калий, окончательное значение будет очень близко к идеальному значению калия, то есть минус 92, поскольку 95% берутся от него. Это был первый способ. Разберем еще один, и вы сами увидите, как это все изменяется. Итак, рассмотрим второй случай. Подпишем, что тот был номер 1. В этом примере калий вдруг перестает проникать куда-либо, и его содержание становится равным 16%. Хорошо, 16%. А содержание натрия увеличивается до 80%. То есть теперь внезапно та же самая клетка, что и прежде становится очень проницаемой для натрия. И вы можете подумать, как такое может быть? Допустим, натриевые каналы появляются на клеточной мембране, и натрий может просто проходить через эти каналы. Что-то вроде этого. А содержание двух других типов ионов не меняется — 2% и 2%. Условия похожи на предыдущие. Посчитаем, что же получится теперь. Итак, у нас получается минус 92 мВ. И опять общая проницаемость, а это важно, равна 100%. Так ведь? 16 плюс 80 плюс 2 плюс 2. В сумме 100%. Но теперь основная часть этой проницаемости будет для натрия. Итак, минус 92 мВ для калия плюс 67 мВ для натрия и минус 86 мВ вот здесь. А здесь плюс 123 мВ. Разберем сначала последние два. Они не изменились. Нам снова нужно будет все сложить. Здесь осталось значение минус 1,7. Оно не меняется. И здесь значение плюс 2,5. И оно тоже осталось прежним. Итак, некоторые значения остаются без изменений, но другие будут отличаться. Эти два значения… Давайте проверим, насколько хорошо я считаю в уме. Вот это значение минус 14,7 мВ. То есть оно намного меньше, чем минус 87. А здесь у нас получается намного большее значение по сравнению с этим небольшим значением 0,7, которое было у нас раньше. Здесь теперь плюс 53,6 мВ за счет натрия. То есть теперь натрий будет играть значительно более важную роль, чем раньше. Если сложить все эти четыре значения, общая проницаемость составит 100%. А суммарный мембранный потенциал в результате будет равен 39,7. Угу. То есть мы перешли от значения минус 85,9 к значению плюс 39,7. И самым существенным моментом здесь был вот этот. То есть общее значение стремится к плюс 67, просто потому что значительная часть проницаемости обеспечивается за счет натрия. Таким образом, проницаемость становится как бы вопросом предпочтения. Тип ионов, для которого мембрана обладает большей проницаемостью, соотносится с другими типами. И именно он определяет в конечном итоге суммарный потенциал клеточной мембраны. То есть чем больше ионов определенного типа мигрирует через мембрану, тем ближе значение суммарного мембранного потенциала будет к значению идеального потенциала этого типа ионов, что является его потенциалом покоя. Итак, у нас есть два мембранных потенциала. И в заключение я покажу вам на графике, как все это выглядит. Итак, рисуем график. Отобразим положительные и отрицательные заряды. Здесь положительные, значения здесь отрицательные. И все это в милливольтах. Сейчас я отмечу на этом графике клеточный мембранный потенциал в милливольтах. Первый момент времени будет здесь. А второй здесь. Первый момент времени у нас было большое отрицательное значение. Точно не помню, наверное, около минус 80. Может, минус 86 или что-то вроде того. Во второй момент времени точка была где-то здесь. Это наше значение 39,7. Давайте-ка я проверю значение, чтобы вас не обманывать. Да, все верно. Минус 86 или минус 85,9. То есть, в сущности, изменения в проницаемости могут изменить мембранный потенциал с очень низкого значения на очень высокое. Продолжим позже. ПОДПИШИСЬ. Перпديся! З引alles смости!